всем привет это видео будет посвящено окрестностям вокруг моей деревни я очень люблю кататься на велосипеде и я уже успела исследовать что здесь и как обычно я катаюсь по выходным хорошую погоду а за все время пока я здесь живу а это уже около двух с небольшим месяцев а я уже успела три раза прокатиться на велосипеде на длительное расстояние самое длинное было 21 километр по моему и уже здесь я потихоньку начинаю исследовать что где растет конечно же я нашла поляны своих любимых ягод уже приглядела кое-где местечки и конечно же изучаю где какие здесь леса где что растет куда можно заехать где нельзя проехать в общем это исследование достаточно такое интересное и я приглашаю вас вместе со мной сегодня посмотреть что же у меня в округе надо сказать что в этой местности очень большие перепады высот и здесь очень тяжело кататься на велосипеде честно ну вот к примеру в городе по равнине я спокойно могла 20 километров прокатиться и даже не почувствовать что я как-то сильно устала или еще что-то для меня это было нормально вполне нагрузкой но здесь же 20 километров смело можно умножать на 2 по силы затратам здесь 20 километров очень тяжко переносятся однако в этих перепадах высот есть и свои плюсы здесь очень красивые ландшафты вы наверное уже заметили я очень много снимаю здесь красивых ландшафтов и просто дух захватывает когда смотришь на вот эту вот всю красоту и конечно же понимаешь что все это не зря что ради такой красоты стоило и помучиться немножко ура наконец-то наступила суббота и мой конь меня уже ждет возле дома я сейчас поеду разведывать очередную локацию которая находится возле моей деревни в этот раз я еду в северную часть от деревни я уже была сейчас скажу в западной части по моему я была уже в восточно-южной части область ну области ну да области в принципе если считать относительно моей деревни и вот сейчас я поеду в северную там располагается пару деревенек вот хочу исследовать их посмотреть что там есть по пути может быть буду что-то снимать вам рассказывать показывать возможно даже телефон поставлю на руль хотя у меня сумка вон вся пакетами забита значит у меня есть такая программка называется на осмонд и вот по ней я делаю записи треков вот сейчас нажму кнопочку старт и эта программа она будет читать считать километры показывать путь куда я еду и даже если я вдруг неожиданно так случится заблужусь то по треку который записал осмонд я смогу вернуться здесь он считает все перепады высот скорость километраж в общем очень удобная программка сейчас вот я ее включила здесь вы даже можно поставить на паузу но я не буду поскольку она уже считает километраж вот так вот здесь я попыталась поставить телефон на руль то есть у меня есть держатель для телефона на рульный но как видите здесь очень сильно трясется камера и к сожалению кадры получились не очень красивыми постоянно трясется камера и видно кусок моей сумки в кадре проехав так какое-то время я конечно же сняла телефон с руля и снимала уже с рук ну вот здесь вот у меня получился небольшой кусочек где я еду и у меня все трясется возле этой церкви мне нужно повернуть уже направо здесь я буду сворачивать на гравийную дорогу и уже здесь я спешилась и шла пешком поэтому камера не так тряслась в общем немного расскажу про вот эту дорогу сейчас я выйду на земляной мост здесь протекает вот такая небольшая речушка которая течет вдоль моей улице практически за моим огородом можно сказать за моим участком течет вот эта речушка и вот здесь возле церкви где повернула здесь находится земляной мост река это очень сильно обмелела по словам местных жителей раньше она была более полноводной но сейчас к сожалению появилось очень много бобров в этой местности они очень сильно запрудили эту реку и она стала быстро обмелевать здесь достаточно такая хорошая укатанная дорога можно проехать на машине как видите здесь ездят машины единственное что здесь некомфортно здесь очень большой подъем высоты то есть очень сложно крутить педали здесь я даже шла немножко пешком скажем так прошлась какой-то участок этой дороги пешком но зато обратно когда я ехала по этому спуску был полный кайф но зато посмотрите какая же здесь открывается красота это вид на мою деревню посмотрите какие здесь рельефные поля какие интересные перепады высот очень красиво а вот здесь я даже заметила виднеется крыша моего соседа к сожалению крышу моего дома здесь не видно поскольку мой участок огорожен скажем так огорожен большими вековыми деревьями но зато крышу соседа очень хорошо виднеется и я понимаю что вот здесь в этой стране где-то мой дом а вот здесь меня ждала развилка дорог здесь как в сказке налево пойдешь или направо пойдешь а в общем я решила выбрать дорогу которая ведет налево поскольку по карте там располагается небольшая деревушка и мне захотелось исследовать что же там проехав по этой дороге чуть выше я обнаружила еще более красивый ландшафт вы посмотрите какие просторы просто невероятная красота и здесь конечно же отсюда я тоже заметила крышу своего соседа вот это вот беленькая крыша это моего соседа не знаю насколько хорошо камера отображает здешние виды но и поверьте мне в живую это просто фантастично красиво а вот здесь местный житель едет на каком-то интересном транспортном средстве очень часто вижу многих многие здесь так ездят возят дрова сена вот на такой тачечке к сожалению не запомнила как она называется в общем проехалась я по этой дороге чуть выше здесь уже обнаружилась гравийная такая дорога велосипед очень сильно трясся по ней так что я даже какое-то время шла по ней пешком эта дорога меня привела в ту самую маленькую деревеньку которую находилась на карте и вы посмотрите первый домик который я встретил насколько красиво обустроена здесь придомовая территория здесь такой вот самодельный заборчик посажены культурные кустарники культурные растения и так очень атмосферно аутентично оформлено все слушайте какая классная идея для забора я себя хочу такой же сделать вдоль участка где нибудь прутики колышки убиты палки к друг другу приколочены я же могу спокойно такой забор себе сделать потом молоденькие деревья уже посажено красиво так вообще уютно мило вот там второй порядок домов вот это уже второй дом есть придомовая территория не так хорошо обустроена но тем не менее что ты есть тоже красиво еду дальше еще один домик тоже облагорожена территория перед домом красиво очень уютно смотрится дорога ведет дальше в общем в этой деревеньке я очень вдохновилась видами домиков здесь очень уютно по-своему так атмосферно аутентично даже кое-какие идеи для обустройства своей территории я взяла на заметку там какой-то красивый синий дом я вижу детский боже какая красота здоровые гравинные здесь машина это стирает тоже красиво там он резной домик украшен так здорово постамент такой я тоже такой хочу на нем йога заниматься как это называется эта штука прикольная можно тоже соорудить себе такого а вот здесь мне понравилось оформление вот этого зеленого домика вы только посмотрите как красиво украшен дом фасад дома резными орнаментами из дерева и конечно же моя любимая зеленая крыша там далеко-далеко на крыше дома предвыборный плакат нашим нижегородским губернатором похоже сейчас поближе подойду посмотрю вот тоже уютный участок небольшой ложек скошена травка передом все так ровненько осажены деревья плодовые я так понимаю здесь прямо на участке растут ягоды я вижу листья по линейке и плодовые деревья то ли терновник это то ли слива на общем что-то такое вишни может быть яблоньки красиво тоже очень вот так вот выкашена трава смотрите какая здесь высокая здесь вот выкашена все красиво теплица там приехала по этой дороге она похоже тупиковая вот здесь уже дома участок частный не знаю сейчас буду искать дорогу сейчас буду искать дорогу как дальше проехать как же здесь красиво было облагорожен участок преддомовой выкашена травка посажена клюна уже красная там домик перед домом вон столик вот перед домом столик и за ним можно сидеть после дома очень уютно в общем друзья по картам спутника вот здесь должна быть дорога которая выходит из деревушки но к сожалению то не было никакой дороги там была трава выше меня я вот сейчас еле пробралась через нее вышла вот на такое поле и и здесь очень красивые виды открываются хочу вам показать вот такие холмы леса камере не знаю как камера отображает или нет здесь очень красивая местность слева от меня шумит автодорога справа поля леса должны быть здесь вот следы от трактора я не знаю сейчас по карте по спутнику посмотрю может быть заеду он в тот лесок не знаю подумаю а может быть все таки поеду туда по карте спутника там такая приличная нормальная дорога но по факту оказалось что нет в общем нашла и дорогу шла сквозь поле поле лес и в общем вышла на дорогу которая идет параллельно той деревеньки в которой только что было именно туда уходит дорога такая манящая соблазнительная мне конечно же хочется туда но я рассчитываю сегодня свои силы я еще вечером хочу успеть растопить баню покопать картошку поэтому я выехала ненадолго прогуляться так чисто немножко километров 20 может вон там вижу лесополосу которая ведет соседнюю деревеньку вот и из этой соседней деревеньки по картам спутника я якобы могу попасть в свою деревню свое село получается в общем сейчас посмотрим ну собственно вот она лесополоса который ведет соседнюю деревню а вон там вдалеке видите какое буйство красок камеры не отображает насколько там красиво и зеленые желтые красные господи как же здесь красиво я просто офигеваю смотрите не знаю насколько передает камера атмосферу вот этих видов но в живую это смотрится просто потрясающе дух захватывает вы только посмотрите вы только посмотрите дорога вниз идет скорее всего вот эта дорога ведет в деревеньку о которой я говорила и вот здесь смотрите офигеть просто офигеть вот это потрясающая красота широка страна моя родная много в ней лесов полей и рек я другой такой страны не знаю где так больно дышит человек вот здесь на видео не видно но водитель мне улыбается и машет рукой поехали местные комбайнеры напылили здесь боже как красиво пыль полетела надо отдать должное все местные жители которых я здесь встречаю достаточно добродушные как только видят меня машет ручкой улыбаются иногда даже некоторые подходят знакомятся интересуются дело в том что я выгляжу для сельской местности достаточно колоритно и ярко я катаюсь на спортивном велосипеде и это конечно же у местных вызывает очень активный интерес а вот здесь опять опять виднеется крыши моего соседа везде везде сосед мой видим но у меня домик очень достаточно скрытно так выглядит в общем здесь я решила поехать дальше вот по этой дороге которые идут вдоль леса полосы из берез и вдоль поля очень красивого но к сожалению эта дорога меня привела в тупик в итоге хотя она была тоже очень красивой то деревенька в которой я хотела попасть она уже давно заброшена там все заросшие там овраги и нету дорог то есть вот эта дорога оказалась к сожалению тупиковой в итоге этот тупиковый путь занял у меня порядка около двух часов где-то было очень тяжело по нему пробираться я искала дорогу где можно выбраться на нормальную дорогу вся была в каких-то репьях собачках сорняках очищалась от этих сорняков было очень тяжело я на самом деле очень сильно устала но зато мне я там нашла ягодные поля ягодные овраги и теперь по крайней мере я буду знать что там ягодные места хотя дороге нет там есть только болото но здесь я еще еду по этой дороге и радуюсь вот этим красивым видом и даже не догадываюсь что меня ждет впереди в общем плутала я по этим полям или сам красивым где-то около пяти часов и очень сильно конечно же устала вечером я пришла домой и мне нужно было еще топить баню представляете кто жил в деревне знает что топить баню это не просто щелкнуть пальцами это тоже определенные энергетические затраты то есть мне еще пришлось поработать после вот этой покатушки а на картошку на копку картошки у меня уже сил совсем не осталось в общем вот так но думаю со временем когда я здесь освоюсь все узнаю где какие дороги где что располагается конечно же буду тратить гораздо меньше времени и сил на дорогу и буду знать где что находится к тому же местные жители уже некоторые мне рассказали где здесь находятся грибы где здесь водятся кабаны и даже где есть лесной орех вот туда я хочу в следующий раз съездить в общем пока на этом все надеюсь вам было интересно сегодня со мной попутешествовать по окрестностям вокруг моей деревни если у вас будут какие-то вопросы пишите мне обязательно в личку в комментариях и я на основе этих вопросов буду снимать следующие видео ну а на сегодня все пока пока